Продолжение следует... Мы с нами встречались по осени и обсуждали заявленную сегодня тему, что изменилось за эти несколько месяцев. Насколько динамично зарекомендовала реализация этой программы на территории Приморского края? Виктория, на самом деле, да, мы часто встречались, общались, обсуждали. Огромное спасибо средствам массовой информации Приморского края за то, что проект действительно получил такое вот должное освещение, чтобы все, каждый уголок Приморского края, каждое поселение, каждая деревня, каждый поселок узнали о том, что проект стартовал и что он касается каждого из нас. Что же на сегодня? На сегодня 17-й год подходит к концу. Чек-лист подведен тем проектам, которые действовали в этом году, которые завершаются и которые были приоритетны. Мы с вами завершили на сегодня тот, наверное, первый шаг, который нам позволило правительство и власти субъекта завершить. И вступили с 1 января в программу пятилетнюю, которая касается каждого двора, каждой общественной территории, каждого сквера, парка и вообще всех зон, которые нам близки, которые нам небезразличны, на которых мы общаемся, коммуницируем и которые, в общем-то, должны быть благоустроены по всем нормам благоустройства, действующим в Российской Федерации. Что все-таки в 17-м году сделано? Напомню всем нашим приморцам, что 58 муниципальных образований в Приморском крае приняли участие в реализации проекта. 263 двора благоустроено в 17-м году. Мероприятия завершены, уже можно подвести итоги. И 59 общественных территорий, парков, скверов тоже получили новую жизнь, новое дыхание, новые элементы благоустройства, что тоже подтверждается тем, что приморцы уже видят это и используют в своих выходных, в своих праздничных мероприятиях. Потому что у нас стартовал проект «Выходи гулять». Это вот тоже здорово, что как раз в зимний период времени у нас уже прошли праздничные мероприятия на тех объектах, которые были благоустроены в Приморском крае. Это Артем, это Находка. Я сама активно слежу за тем, что происходит. И благодаря средствам массовой информации очень мне интересно, как наши граждане участвуют вот в этих всех общественных мероприятиях. Хорошо, Елена Александровна, спасибо. Я уважаемым телезрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 221-4019. Звоните, пожалуйста, высказывайте свое мнение. Вы напрямую можете адресовать свой вопрос Елене Александровне и получить ответ на свой вопрос. А также напоминаю, что у нас работает онлайн-голосование. Вашему вниманию мы предлагаем один вопрос. Хотите вступить в программу? Несколько вариантов ответа. Да, уже вступили. Хотим, но не знаем, как. Звоните. Для вас звонок абсолютно бесплатен. Елена Александровна, вот вы проговорили как раз тот момент, что вы сами отслеживаете то, как реализуется программа на территории Приморского края. Ну, что замещаете? Где-то кого-то ругаете, именно указывая на какие-то там огрехи, на какие-то неточности. Кого-то хвалите? Вот, пожалуйста, разброс полетов в этом отношении. На самом деле сейчас вот в век таких активных развития, в активном развитии телекоммуникаций, мы имеем возможность в онлайн-режиме отслеживать все процессы в самых отдаленных уголочках. И несмотря на то, что я лично выезжала во многие точки, еженедельно инспектируя наши проекты, наши объекты, я интересуюсь, что происходит в тех местах, где я не побывала. Но я обязательно побываю даже в отдаленных местах, там, в районах Крайнего Севера. Но более того, даже наши коллеги Минстроя активно идентифицируют там те изменения, которые происходят в Приморском крае и в других субъектах. И мы можем сравнить. Вот этот элемент, он очень здорово нас ставит в определенные критерии с другими субъектами, где можно сравнить себя и другие субъекты. Настолько, как мы реализуем мероприятия, насколько мы эффективны, насколько мы продвинуты, насколько люди и жители воспринимают те изменения, которые нас сопровождают. Вот хорошо, если по Дальневосточному федеральному округу или возьмем еще и другие соседние округа, как выглядит Приморье по отношению к другим субъектам? Есть у нас повод для гордости? Вы знаете, я бы позиционировала Приморье так. Некоторые другие субъекты выбрали несколько точек приложения своих финансов, своих усилий и позиционируют очень дорогостоящие, выгодные проекты для презентации, что как бы, конечно, федеральным центром идентифицируется как самые лучшие проекты. У нас же Приморский край пошел в глубинку. Небольшие, недорогостоящие проекты, но проекты, которые дали жизнь новым городам, новым поселкам, новым улицам, это все-таки тоже здорово. Это немножко другая, может быть, палитра цвета, палитра красок, которые мы имеем в Приморском крае. Немногие субъекты, наверное, единицы дали возможность поучаствовать всем-всем-всем муниципальным образованием. И у нас Приморский край – это тот субъект, где наибольшее количество участников. И вот лично мое наблюдение, что как раз-таки все моногорода у нас, таких девять муниципальных образований в Приморском крае, которые получили софинансирование, просто отлично поучаствовали в проекте, здорово подошли, откликнулось население вот стопроцентной готовностью участвовать в этих мероприятиях, продолжать их на перспективу. И действительно отрадно, что жители очень активны, они включаются и они хотят улучшений. Уважаемые зрители, я напоминаю, что сегодня мой собеседник – это Елена Пархоменко, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов Приморского края. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и обсуждаем ход реализации приоритетной федеральной программы развития комфортной городской среды. И напоминаю, что у нас здесь работает онлайн-голосование. Один вопрос мы вам предлагаем – хотите вступить в программу? Да, уже вступили, хотим, но не знаем как. Звонок абсолютно бесплатный. Вот сейчас как раз, Елена Александровна, обращаю ваше внимание, вот у нас есть сводная таблица как раз по тому, как голосуют люди. Все-таки позиция ответа на вопрос – хотим вступить, но не знаем как. На втором месте – да, вступили. И на третьем месте – хотим вступить, да, на втором, и уже вступили на третьем. Значит, давайте тогда разберемся. Хотим, но не знаем как. Это, наверное, к вопросу как раз о том, каким образом можно стать участником программы. Естественно, уже не 2017 года, но давайте уже брать следующий год. Пятилетняя программа, которая будет реализовываться, действительно должна включить всех. Всех, кто сегодня не знает о реализации этой программы, кто еще не коснулся, кто что-то слышит, но не знает как вступить, что, собственно, подсказывает голосование. Так вот, наш федеральный центр, Министерство по строительству ЖКХ, они буквально на днях предложили новые механизмы вовлечения наших граждан, так как основной наш вектор – это вовлечение всех собственников в эти процессы. Это то, что нашей основной задачей является – это небезразличное участие, это формирование активных граждан, это формирование гражданской позиции и, соответственно, гражданского общества в нашем субъекте. Что мы предлагаем? Это новеллы, которые, вот первый раз говорю для всех, в течение ближайших месяцев будут подготовлены дизайн-проекты тех общественных территорий, которые бы хотели обустроить граждане. Например, в городе Владивостоке в настоящее время происходит обсуждение общественное тех дизайн-проектов, которые предложены для общества, которые принимаются либо отвергаются обществом для того, чтобы в марте все сознательные граждане, которым небезразлична перспектива развития, приняли участие в голосовании. Иначе все граждане, которые проживают в муниципальных образованиях численностью более 20 тысяч, а у нас таких в Приморском крае, это все городские округа, плюс еще два муниципальных района, где есть поселения больше 20 тысяч, это Кавалеровское поселение и Октябрьское поселение, должны провести вот такое вот всенародное голосование по паспортам с бюллетенями, которое позволит определить приоритеты развития в 2018-2019 году. Конечно, люди хотят многого. Они хотят обустроить там, жители, например, одного района хотят обустроить этот парк, жители другого района хотят обустроить другой парк, третий хотят обустроить, может быть, набережную. Ну все сразу, наверное, невозможно. Все сразу невозможно. Мы должны это понимать. Программа действует пять лет. Вот для того, чтобы расставить приоритеты, сами жители должны определить на общественном голосовании, что делать в первую очередь. И как раз вот Минстро нам предлагает в общественном голосовании отдать приоритет тем проектам, которые мы будем реализовывать в 2018 году и в 2019 году. Поэтому мы сейчас активно с этим муниципальными образованиями готовимся к тем голосованиям, к тем процедурам, которые будем проводить в марте этого года, для того, чтобы определить, каким проектам мы отдадим предпочтение, какие проекты выберут граждане. И, соответственно, мы будем делать на них упор. Это никоим образом не означает, что другие парки, скверы, набережные, какие-то пешеходные зоны не будут благоустроены. Это тоже будет благоустроено. Но приоритет в 2018 году, безусловно, будет отдан только тем объектам, которые выберут люди. Ясно. Давайте предоставим сейчас слово телезрителя. У него есть вопрос. Пожалуйста, добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, какие нужны документы, чтобы участвовать в вашей программе благоустройства при домовой территории? Спасибо большое за вопрос, Екатерина. Итак, вот как вступить? Я, например, даже помню такой адрес, военная 615. Как-то принимала сама звонок в редакции. Люди звонили, жаловались. Ничего у нас не благоустроено. С одной стороны обрыв, с другой стороны ямы-канавы. С детской площадки уже нет никакой, но стоит какая-то арматура, в которую можно убиться, споткнуться и взрослым, и детям. Вот как быть, что делать? Куда бежать? Управляющая компания, районная администрация? Да. На самом деле здесь, конечно, и районная администрация, и городская администрация, и управляющая компания, как первое звено во взаимодействии с собственниками, должны быть активны. Первое, что порекомендую, обязательно обратиться в управляющую компанию, инициировать собрание жильцов для того, чтобы определить свое участие в приоритетном проекте. Если этот проект не будет касаться дворовых территорий в 2018 году, то обязательно это будет осуществляться в 2019 году, потому как в этом году дано право муниципальным образованиям при формировании муниципальных программ, кстати, которые должны были быть утверждены до 31 декабря текущего года, но теперь мы продляем эту возможность до конца марта следующего года с учетом пожеланий граждан. Определить, что мы делаем в 2018 и 2019 году. Если муниципалитет примет решение о том, что в 2018 году будет осуществляться непосредственно благоустройство только общественных территорий, это право муниципального образования. Тогда граждане имеют возможность подготовиться получше, принять на общем собрании решение о участии в 2019 году, принять решение об участии в финансовом, трудовом, перечне работ, которые необходимы, причем очень важно, что в 2017 году, все, кто участвовал, я уже говорила, что более 250 дворов благоустроено, и у нас был минимальный перечень, на который сделан был упор. Это асфальтирование дворовых территорий, это освещение, установка малых архитектурных форм в виде урн и скамеек. В следующем году мы приняли решение, что если двор вступает в такую программу, здесь должно быть комплексное благоустройство. Это и детская площадка, это озеленение, это и действительно вот тот минимальный перечень услуг, которые мы сегодня делали для того, чтобы, благоустроив один двор, мы ушли из него, оставили собственникам максимальный комплекс благоустройства и не возвращались. Чтобы не возвращались. Да, это, наверное, здорово, потому что вот от своей, может быть, скудности, от минимума услуг люди, конечно, выбирают минимальный уровень благоустройства. Когда вы знаете, что в некоторых дворах не было асфальта, не было освещения, в темноте по колдобинам люди пробирались, то, конечно, там не до лучшего восприятия жизни. Но мы сейчас понимаем, что надо открыть нам возможность к перспективам максимального благоустройства. И мы делаем не только этот минимальный перечень, но и благоустраиваем детские площадки, спортивные уголки, детские спортивные площадки и все, что захочет общественность. Я правильно понимаю, что люди сами, которые включаются в этот проект, не вкладывают в его реализацию ни копейки? Немножко не так. На сегодняшний момент действительно у нас не было этого требования, люди не вкладывались ни копейки, но те элементы благоустройства, которые создавались, они передаются сейчас гражданам для последующего содержания. Что касается перспектив, минимальное вложение средств, конечно, предусматривается, потому как по замыслу законодателей общество должно участвовать. Пусть это будут не личные средства граждан, пусть это будут средства управляющей организации, которая собирает на содержание территории ведь деньги. Мы же знаем, что на содержание, на ремонт территории ежемесячно собираем управляющую компанию средства с собственников, которые, собственно, тоже формируют определенные фонды. Граждане об этом знают, они должны диалог вести с управляющей компанией, и, может быть, из этих фондов будет поручение управляющей компании вложиться в те перспективные проекты, которые выберут граждане. То есть сейчас есть реальный шанс сделать таким образом, чтобы вот эти деньги, которые лежат, будь то на фондах, на счетах, и люди о них знают, чтобы они не лежали мертвым грузом, а добавить еще достаточно весомые, солидные суммы поступлений из федеральных, краевого бюджета, по какой цепочке идут реализации этой программы, и войти в эту программу и обустроить свою территорию. Да, безусловно. Без активности граждан, без их активной позиции и желания что-то изменить ничего не случится, потому как в любом случае инициатива идет снизу. Управляющие организации должны быть тоже заинтересованы. Понятно, что лучше управлять благоустроенными территориями, которые, соответственно, благоустроены с учетом и федеральных, и муниципальных средств, и краевых средств. Ведь три источника сейчас участвуют, плюс средства управляющих компаний, соответственно, средства собственников. Не жили благоустроят за собственные средства граждан, которые собираются, понятно, в течение десятилетнего периода. Поэтому здесь заинтересованность прямая и управляющих организаций, и собственников. И только вот в этом симбиозе интересов мы можем достичь каких-то перспектив нашего развития. И мы их достигаем, судя по всему. И мы их пытаемся достичь, конечно. Да, уважаемые зрители, напоминаю, это прямой эфир. Мой собеседник Елена Александровна Пархоменко, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов Приморского края. Мы обсуждаем сегодня реализацию важной, приоритетной федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Наш телефон 221-4019. Звоните, спрашивайте, делитесь, может быть, своим мнением, если вы уже участник этой программы. Я также напоминаю, что у нас работает онлайн-голосование. Звонок для вас абсолютно бесплатный. Один вопрос. Хотите вступить в программу? Варианты ответа. Да, уже вступили. Хотим, но не знаем, как. И вот этот последний наш вариант. Хотим, но не знаем, как. Он нас по-прежнему лидирует на втором месте. Утвердительный ответ. Да, и уже вступили на третьем месте. Но насчет хотим, но не знаем, как. Мы, уважаемые телезрители, вам уже рассказали. Елена Александровна, вот возвращаясь опять же к тому, что хотим, но не знаем, как, о котором мы уже рассказали, повторяюсь, говорим сегодня об активности, о вот этом симбиозе. В связи с чем вдруг такая идея посетила наше уважаемое государство, руководители? И все это было официально опубликовано, заявлено. И вот теперь мы с вами сидим здесь в этой студии и обсуждаем уже реализацию той самой идеи, которая была спущена сверху. И вот есть конкретные картинки. И даже я хочу вам сказать, картинки как раз с видео нашего материала, когда мы отрабатывали эти материалы и были в Артеме и в других наших населенных пунктах. Все это есть. Вы знаете, на самом деле вот та сфера, которую я сейчас координирую, она настолько сложна, она настолько проблемна. Ну все мы, потребители этих услуг, все мы знаем, как сложно получить качественные услуги. И, конечно, приоритет проблем, он всегда был выстроен. Если понимать, что самое главное – это качественное теплоснабжение, качественное водоснабжение, то понятно, что благоустройство, оно всегда идет уже на другом уровне проблематики. Так вот, решая проблемы в течение последних десятилетий на уровне теплоснабжения, водоснабжения, мы пришли наконец-то к тому, что граждане, получив, может быть, качественные услуги в области коммунального обслуживания, хотят еще и эстетики. Ведь еще раз повторюсь, что человек, неважно, какой он социальной ориентированности, неважно, какой он социального, может быть, статуса, он все равно хочет встречаться с обществом, он хочет общаться, он хочет эстетически проводить какое-то время на территории общественной. Наши дети, наши пожилые граждане, мы, собственно, активные граждане, мы нуждаемся в том, чтобы мы получали вот этот вот социальный вид услуги. Эстетика, комфорт, коммуникация. Поэтому, вот, наверное, вот этот приоритет, пришло его время, пришло его место, и, наверное, очень здорово, и я очень счастлива, что государство обратило внимание. И я очень благодарна, что являюсь приоритетным, так скажем, руководителем этого приоритетного проекта, который является, на самом деле, очень позитивным. Я часто общаюсь с гражданами, встречаюсь с ними, и я вижу вот ту реакцию граждан, которые участвуют в этом проекте, которые неожиданно для себя получили такое счастье. И я заряжаюсь этим счастьем. Вот дождалась ваша логическая пауза, и продолжим развивать это направление. А пока примем один звонок, очередный звонок нашего телезрителя. Пожалуйста, добрый вечер, представьтесь, и мы вас слушаем. Добрый вечер. Я бы хотела обратиться к Елене. Скажите, пожалуйста, вот все разговоры идет про комфортную среду, комфортная среда. Мы вот родились в Владивостоке, более 70 лет прожили. У нас была шикарная набережная, золотой песок был. Сейчас нет, стоят трехъярусные контейнеры. Будут они убираться или нет, вот эти трехъярусные контейнеры? Будет ли красивая наша набережная? Не только вот этот гранит, камень, золотой песок мы хотим видеть, когда мы в детстве прятались в этом золотом песке. Будьте добры, отвезите, пожалуйста, будет у нас вот эта уборка вот этих трехъярусных контейнеров? И как можно с вами связаться, по какому телефону? Речь идет, наверное, о как раз том продолжении набережной спортивной в сторону юности. Да, вы знаете, мне, конечно, очень близки вот эти вот желания, чаяния наших горожан. И переживания, и воспоминания. И переживания, и воспоминания, потому что мне очень хочется, чтобы Приморье и город Владивосток, акцент Приморского края, гордились своими набережными, своим самым главным сокровищем, это вот нашим морем, нашими рекреационными зонами. И поэтому я активно участвовала в том, чтобы проект с учетом взаимодействия с федеральным центром был разработан. И уже разработан такой проект, собственно, вот продолжение спортивной набережной. Там есть, конечно, очень много юридических моментов, сложных моментов, связанных с тем, что есть собственники части территории, потому что у нас действительно были приватизированы части кусков прилегающих земельных участков к набережной. Тем не менее, сейчас идет голосование за тот проект, который будет как раз охватывать набережную. И, по-моему, вот на мой взгляд, горожанина, да, владивостокского жителя, действительно, вот тот предложенный проект, он отражает интересы всех членов нашего общества, это и молодых, и пожилых граждан, и детишек. Это вы имеете в виду про Бухту Федорова? Вот то, что сейчас нет, это не сама Бухта Федорова, это вот продолжение Дамыса Кунгасного, которое сейчас обсуждается. Вы зайдите на сайт города Владивостока, там все это увидите. Мне очень хочется, чтобы эта территория получила развитие, чтобы граждане города Владивостока, жители неактивные, поучаствовали в голосовании. Еще раз повторюсь, что голосование будет проходить в марте, и, конечно же, все, кто придет на выборы территорий общественных, смогут отдать свой голос за те территории, которые будут в первую очередь благоустраиваться в 2018-2019 году. Но благоустройство береговой линии – это, бесспорно, очень важный, актуальный вопрос для всех горожан, потому что звонков в нашу редакцию поступает немало, да и мы, собственно говоря, их видим в различных соцсетях и в комментариях, что мы живем у моря, а прогулочные зоны вдоль берега у нас таких зон единицы. Елена Александровна, время нашей программы уже подходит к завершению, поэтому я бы хотела предоставить вам слово, то самое, наверное, все-таки новогоднее. Встречаемся мы с вами не так далеко от того самого перехода уже в 2018-й, поэтому и о программе, и о пожеланиях, наверное, и перспективах на 2018-й год. Ну, дорогие приморцы, мне хотелось бы всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Наверное, каждый из нас в ожидании чуда находится в эти последние дни уходящего года, подводит итоги этого года и намечает какие-то новые планы. Хочется каждому из вас пожелать, чтобы семьи ваши были полны любви, тепла, благополучия. Пусть ваши мечты сбываются. Если не все, то большинство из этих мечт обязательно должно сбыться. Верьте в чудо, старайтесь, пытайтесь, сделайте нашу жизнь лучше, и все у нас получится вместе с вами. С Новым годом! Замечательные слова. Элина Александровна Пархоменко, гость студии сегодняшнего прямого эфира программы «Центр внимания». Мы говорили в течение практически получаса о том, как реализуется на территории Приморского края федеральная приоритетная программа по созданию комфортной городской среды. И в этом вопросе наша территория, территория Приморского края, продвинулась очень далеко. 58 территорий участвовали в этом году, и 263 двора уже преобразились. То есть, если туда проехать, зайти, посетить, мы уже не найдем никаких советских пережитков прошлого, никаких дворовых площадок в том неприглядном виде, а наоборот, все благоустроено и красиво. К этому и стремимся. Ну что ж, спасибо, всего доброго!